На связи Украина 365 На окраине самого Белгорода Сама бомба ударила в считанных метрах от жилого комплекса И из окна этого многотажного дома и было сделано это фото При этом сама бомба, как пишут российские источники, упала еще вчера, 12 мая А эвакуировать гражданских только планируют Также отмечается, что, скорее всего, в Белгороде упала не просто ФАП-500 А с комплектом ОМПК, который превращает ее в планирующую А нераскрытие крылья в этом комплекте довольно распространенная ситуация Также сообщается, что в Белгороде упала еще одна бомба Она уже взорвалась Таким образом, ситуация, когда РФ бомбит собственные города, не просто повторяется, а уже систематическая Потому что следует напомнить, что впервые российские пилоты отбомбились по Белгороду еще 20 апреля 2023 года И эта ситуация прекрасно демонстрирует, что российские пилоты совершают полеты с вооружением непосредственно над собственными городами И совершают сброс бомб фактически над ними Кроме того, учитывая последние события непосредственно в Белгороде, невозможно утверждать, что в этом случае речь о технической неисправности или экстренном сбросе пилотам нагрузки, например, для противозенитного маневра Вполне возможно, что речь о банальной оплошности, а задачей было поражение самих домов Или школы, которая только в 200 метрах от места падения бомбы Военные 47-й отдельно механизированной бригады в ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» стоимостью примерно 16 миллионов долларов Об этом говорится в сообщении 47-й ОМБР в понедельник 13 мая Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу, прокомментировали в бригаде Вероятно, военные уничтожили российский вертолет на востоке Украины, поскольку бригада воюет на Покровском направлении В последний раз о сбитии Ка-52, больше известного как «Аллигатор», сообщалось 27 марта этого года Тогда силы обороны сбили Врарский борт с помощью дживелин Дроны СБУ этой ночи успешно поразили нефтебазу и электроподстанцию в Белгородской и Липецкой областях Российской Федерации Об этом сообщает Униан со ссылкой на источники, в частности, как следствие, по словам источников, горело сегодня на нефтебазе «Оскол» нефтеснабжений возле НП «Старый Оскол» и на подстанции «Елецкая» При этом россияне на местных ресурсах в сети интернет всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области Также губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции «Елецкая» И известно, что эта электроподстанция питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию Становая и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться, отметил информированный источник Добавим, что этой ночью гремели взрывы и в оккупированном Крыму Российское министерство обороны пожаловалось на атаку ракетами «Штормшедо» и дронов МО «Государство-агрессора» заявило, что над полуостровом ПВО РФ якобы сбило 4 «Штормшедо» и 7 дронов Подробности обстрела уточняются Незаконно построенный россиянами мост, который соединяет оккупированный украинский Крым и территорию РФ, противник перекрывал дважды В Дженкое вроде попали, чуть позже узнаем лучше, написал телеграм-канал «Свидетели падения моста» Назван самый дальнобойный украинский дрон «Камикадзе» для ударов на 1500 километров Одним из самых известных дальнобойных дронов «Камикадзе» в распоряжении Сил обороны Украины является «Лютый», который активно используется для ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ Но, конечно, не только один, он используется для ударов по РФ Теперь стало известно название дрона, которому принадлежит абсолютный рекорд по дальности поражения по НПЗ в Башкирии И хотя прямая дальность составляет примерно 1400 километров, этот дрон имеет заявленную дальность от 1500 километров О чем стало известно из публикации «Украинской правды», посвященной некоторым деталям разработки дрона «Лютый» И где содержатся следующие? Есть еще такие бупыла, как «Ниндзя», недавно установивший рекорд по дальности – 1500 километров до завода «Газпромнефтехим Салават» Есть «Бобры», есть «Брама» на базе самолета А-22 и другие разработки В соотношении цена, качество, дальность, точность – «Лютый» пока держит уверенное лидерство И, возвращаясь к «Ниндзя», конечно, довольно трудно по одному названию приположить, что это может быть за дрон Но на видео с атакой НПЗ в Башкирии зафиксирован бупыла, больше похожий на самолет малой гражданской авиации При этом в «Дефенс Экспресс» отмечают, что речь не идет о самолете на базе А-22 Они делают осторожное предположение, что речь о «Скай Рейнджер Ниндзя» В «Дефенс Экспресс» напоминают, что один из дронов на базе самолета «Скай Рейнджер» уже был замечен в применении сил обороны Украины В конце апреля враг показал такой дрон, который упал в поле и нес авиабомбу ОФАП-100-120 Но несмотря на то, что некоторые источники его идентифицировали как «Скай Рейнджер Ниндзя», речь о другой модели от этой компании – «Свифт» Хотя обе модели максимально схожи и имеют минимальную разницу, но дрон на базе «Свифт» был, скорее всего, многократным дронобомбардировщиком Фактически аналогом «Б-2» Второй мировой войны А дрон, атаковавший «Газпром» не втихим «Салават» не нес под собой бомбы и, очевидно, должен был совершить один единственный в своей жизни полет и нес рычатку внутри корпуса Но стоит отметить, что «Скай Рейнджер Ниндзя» и упомянутый «Ниндзя» все же могут быть разными дронами Ибо ориентировочная дальность полета «Ниндзя» составляет до 700 километров А для кратного увеличения дальности полета необходимо было бы провести достаточно значительный объем работ Отмечают в Дефенс Экспресс В наступление оккупантов на Харьковщину принимает участие африканский корпус наемников, среди которого уже большое количество двухсотых Об этом сообщили партизаны движения «Атэш» у себя в телеграм-канале Крымские партизаны указали, что африканские наемники входят в состав 44-го армейского корпуса Российское командование бросает иностранцев на передовую «Знают, что большинство из них не вернутся со штурмов», – подчеркнули «Атэш» Партизаны уверены, что вражеские наемники не готовы к полномасштабной войне, на которую они попали В публикации уточнили, что в Харьковской области присутствуют африканцы, воевавшие в Ливии и Мали Тем временем на карте «Дип-стейт» на одном из направлений ударов россиян на севере Харьковской области появились обозначения подразделений африканского корпуса Изначально российские власти набирали людей в африканский корпус, подразумевая, что он заменит наемников ЧВК «Вагнер» на африканском континенте Однако он появился не в Африке, а на севере Харьковщины, что говорит о двух аспектах А. Россиян, подписывавших контракты, чтобы ехать кормить малярийных комаров в Африку, обманули Б. У РФ, несмотря на огромный людской ресурс, все же наблюдаются проблемы с мобилизацией Путин сменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны РФ, переместив генерала на должность секретаря Совета Безопасности вместо Николая Патрушева Кадровые перестановки после так называемых президентских выборов говорят о том, что он припринимает значительные шаги по мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы страны для поддержки затяжной войны против Украины. Также возможно, что российский диктатор готовит РФ к будущей конфронтации с НАТО, предполагают в Институте изучения войны ИСВ. Аналитики указали на давнюю тактику лидера Кремля остранять топ-чиновников, предоставляя им второстепенные роли, а не просто увольняя их. Так, Совет РФ обнародовал 12 мая список министров, согласно которому Путин предложил политического деятеля и ученого Белоусова на должность нового главы Минобороны. Пресс-секретарь Путина Песков сообщил РосСМИ, что Шойгу, занимающий пост министра обороны России с 2012 года, теперь станет секретарем Совета Безопасности и будет заместителем Путина военно-промышленной комиссии РФ. Также он сообщил, что кремлевский лидер уволил с этой должности Патрушева в связи с переводом на другую работу. Информацию о последней Песков не уточнил, но заверил, что Кремль объявит о его новой роли в ближайшем будущем. Помимо этого, путинский спикер заявил, что начальником генштаба останется генерал армии Валерий Герасимов. Он является главнокомандующим оккупационными войсками РФ в Украине и смены этой должности в настоящее время не предвидится. Замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей схеме Путина, заключающейся в тихом отстранении высоко поставленных чиновников безопасности, предоставляя им второстепенную роль в сфере российской безопасности, а не просто увольняя их, заявили ВИАСВ. Там отметили, что это ведомство в России является совещательным органом, который также играет роль в реализации политики безопасности и развитии российской стратегической культуры. Поэтому назначение туда Шойгу делает менее унизительным его фактическое понижение с престижного поста министра обороны. Шойгу остается важным и лояльным подчиненным, а иногда и козлом отпущения. И Путину, вероятно, будет выгодно сохранить его лидерство и опыт на каком-то официальном посту, пришли к выводу аналитики. Они обратили внимание на показательный факт, того, что отстранение Шойгу последовало за двумя громкими инцидентами – увольнением его союзника замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в коррупции, а также встрече Путина с политическим противником генерала губернатором Тульской области Алексеем Дюминым для обсуждения обновлений ОПБ. Эти моменты, предполагают ВИАСВ, были главными индикаторами политики Кремля в подготовке к смещению Шойгу с его давней должности. В свою очередь, министр обороны Великобритании Гранд Шабс заявил, что Андрей Белоусов, которого назначили вместо Шойгу, является очередной марионеткой Владимира Путина. «России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и положил конец торжения, но все, что они получат – это еще одну марионетку Путина», – написал Шабс на своей странице в соцсети ИКС. Появились первые результаты ракетного удара в ВСУ, который накануне разнес скопление российских оккупантов в Донецке. Ресторан «Парадис» накануне стал местом сбора участников автопробега в честь так называемого «Дня ДНР». Информацию об этом получили украинские информаторы, после чего реактивная артиллерия нанесла удары из М-142 «Хаймарс». Телеграм-канал «Досье шпиона» сообщает, что спустя сутки россияне смогли идентифицировать тела четырех погибших офицеров в СРФ. Двое из них – из пока неустановленных военных частей. Еще двое числились в составе 346-й отдельной бригады специального назначения ГУГЭШ. Таким образом, среди погибших на данный момент числятся Васюков, Здаранков, Тюрин и Хасанов. Начиная с сентября прошлого года, Северная Корея могла поставить в стране террористу России около 6700 контейнеров с оружием для ведения войны против Украины. Речь преимущественно об артиллерийских боеприпасах и снарядах к реактивным системам залпового огня. Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что Кандар передает РФ оружие, произведенное в 70-х годах прошлого века. В Южно-Корейской разведке заявили, что на поле боя в Украине оказались артиллерийские снаряды калибра 122 мм, изготовленные в Кандар в 70-х годах. Также в ведомстве добавили, что факт передачи оружия российским оккупантам подтверждает фотографии снарядов, на которых обнаружили буквы, характерные для Кандар. Эксперты заявили, что речь о снарядах реактивной системы залпового огня калибра 122 мм. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик посчитал, что Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров со времени саммита между их диктаторами в сентябре прошлого года. В оборонном ведомстве отметили, что речь о примерно трех миллионах артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 тысяч снарядов калибра 122 мм к РСЗО. Южно-корейская разведка также продолжает отслеживать возможность незаконных поставок деталей ракет в Северную Корею на фоне опасений, что они могут закупать такие детали для разработки нового оружия. Более того, накануне в Кандар заявили, что предоставят своим вооруженным силам новую реактивную систему залпового огня калибра 240 мм. Журналисты обнаружили точное местонахождение российского ядерного оружия в Беларуси. Объект с ядерным оружием находится в 185 километрах к северу от украинской границы, на военном складе рядом с городом Осиповичи, утверждает The New York Times. Некоторые из недавно построенных там сооружений имеют особенности, присущие только ядерным хранилищам на базах внутри России, уверены авторы расследования. Например, новая особо охраняемая зона окружена тремя ограждениями в дополнение к существующему периметру безопасности всей базы. Еще один признак – крытая погрузочная площадка, соединенная с подземным бункером в советской эпохе. Напомним, что Путин заявил о намерении передать ядерное оружие в Беларусь в марте прошлого года. Ну а Кадыров тем временем покоряет Африку. В Гвинеи-Бесау построят проспект имени Ахмата Хаджи Кадырова, отца чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Кроме того, в Чечне пройдут тренировки военных из Гвинеи-Бесау под руководством одного из сыновей Кадырова – Адама. Он получил сомнительную известность, избив беззащитного заключенного в Грозенском СИЗО. За чашкой чая мы обсудили возможные направления взаимовыгодного сотрудничества и развития дружеских отношений. По желанию Умару Сисоку Эмбалу в Чеченскую республику приедут военные с Гвинеи-Бесау для тренировок на базе РУС. Он выразил готовность к возможному взаимодействию в различных сферах, а также укреплению братских отношений между Гвинеи-Бесау и субъектом РФ Чеченской республикой, написал Кадыров в Телеграм. Глава Гвинеи-Бесау заверил, что будет использовать пример развития Чечни в своем государстве и построит проспект имени Ахмата Хаджи Кадырова в своей столице. Кроме того, как заявил Кадыров, Адама Кадырова пригласили приехать для совместных тренировок в Африканскую республику. Продолжение следует...